Давай, давай, все, иди, иди. Вот такое тоже бывает. Ладно, затянула я с представлением себя, еще я травница. И совместно с супругом мы создаем, создали методику, которая работает очень хорошо. Главное ее очень последовательно, грамотно применять. Первый вопрос по традиции, дальше проматываю, где остановлюсь, там и зачитываю. Светлана, добрый день, выпала из Инстаграма пару месяцев, зачем плодоножки чересни сушить. Ну, сейчас уже, наверное, не актуально плодоножки сушить. У меня лежат, ждете, да, своего часа. С почками хорошо очень работают плодоножки. Я писал об этом, посмотрите, пост про почки. Там подробно все написано, что с ними вообще делать. Можно с сыроедом пить белую глину? Да, почему нет? Если вы особенно чувствуете, что вам необходимо, что вам хочется попить глину, то можно, разные бывают состояния, почему хочется. Например, есть пласты, залежи, которые у нас есть, которые постепенно открываются, постепенно выводятся нашим телом, нейтрализуются, и как раз-таки белая глина помогает в этом. Она успокаивает флору, выводит, как сабинф, натягивает на себя и помогает вывести это все через кишечник. Поэтому, конечно, я не против, вы пейте. Вопросы еще вот. Слава, скажите, когда нужно начинать восстановление эндометрия после двух подряд вакуумных чисток? Первые месячные как раз начались, а обуляция не была после замерзшей беременности. Татьяна, ну, в первую очередь я хочу, конечно, сказать вам, что ваша тема драгоценна, что вам нужно поблагодарить свою матку, поговорить с ней, потому что в первую очередь это она создает все условия для того, чтобы малышику было хорошо, для того, чтобы беременность ваша сохранялась. Если подряд два состояния повторяются, ну, значит, может быть, не договорили вы со своей маткой, не дочувствовали все то, что хотели принести вам ваши детки. Вот понаблюдайте. Поговорите со своим телом, со своими детьми, потому что они у вас уже есть. И обязательно благословите своих детей, которые ушли, на прекрасное воплощение в дальнейшей жизни, на то, что где они проявятся, в какой жизни они, какие они будут, как их будут любить в другой семье. Пусть это, может быть, немножко больно будет, но вакуумная чистка, она забрала у вас вот ту боль, которая должна была остаться, которую нужно было прожить, которую нужно было прочувствовать и погоревать какое-то время, не создавая пустоту, понимаете? Пустота в матке, пустота в душе. Вам нужно сейчас наполняться практиками. То есть восстанавливать эндометрия – это да, это есть травы, которые работают с этим хорошо, но мне нужно знать, опять же, вас, чтобы рекомендовать последовательный план. Совсем недавно была у меня, пару дней назад, встреча с девушкой как раз-таки по этому же вопросу. И нужно узнать тело ваше, чтобы понять, какие травы рекомендовать. И дальше вам обязательно нужны энергетические практики, которые вас наполнят. Я от души вам этого желаю. А кормите ли вы еще? Да, я кормлю Ротибора нашего, конечно, кормлю еще 2 месяца мы сейчас. И у меня психика не выдерживает 2,2 года, требует бьется ножками, может, уже пора завершать. Жалко, сына, наверное, устала. Да, может быть, устали. Ну, смотрите, Ольга, это первый, да, у вас ребенок? У меня вообще стаж кормления, получается, 9,5 лет. Представляете, кормлю, кормлю, и оказывается такое. И что могу сказать? Усталость однозначно есть. То есть если вы понимаете, что вы готовы к отлучению, готовы к завершению грудного скормления, то, конечно, вы должны идти за тем, что говорит ваше сердце. Потому что 2,2, в принципе, ребенок уже готов к отлучению, но здесь уже привязанность играет. И ребенку часто бывает скучно, и он чаще прикладывается к груди. И в стенах квартиры это особенно замечается. Вот, допустим, здесь ребенок, когда бегает, заиграется на улице, на пляже. Вот у нас есть определенные правила, что на пляже вообще не едим. Вот вообще, вот сейчас, с недавнего времени. Раньше, когда маленький был, понятно, что ели. Вот когда есть какие-то правила, и когда, я помню, со старшим сыном, когда мы уже подходили к завершению грудного скормления, у нас были часики. Вот ты покушаешь, там 5 минут, да, у груди, я тебе позволяю, да, и потом побежим играться вот в это, в это. Хорошо договорились, так и сделали. Понятно, что ребенок будет временами вот совсем протестовать. Нет, я хочу еще, и вот полежать, и вот почмокать, вот просто, да. Я понимаю, как это раздражает. Я понимаю, как это вот прям... Бывает очень-очень сложно совладать с собой, но это вам подсказка, что можно уже двигаться к завершению. Но если ребенок сильно привязан, то, конечно, вам... Либо вам нужны частые голодания, например, если позволяет ваше тело, которые снизят лактацию, и ребенок будет, соответственно, меньше прикладываться. В любом случае в этом возрасте ребенок уже будет меньше прикладываться, если молочка меньше. И нужны помощники, которые будут вам помогать с ребенком. Если помощников нет, то самое важное, чтобы вы выстраивали график. То есть вас кушать можно по графику. То есть не по желанию ребенка, потому что это ваша грудь, потому что вы решаете, можно прикладываться или нет. А вот по графику так у вас будет возможность увеличивать промежутки. Хотя бы там на 15 минут, на 30 минут между кормлениями, и так вы выйдете. Но бывает, что просто нужно маме отдохнуть, и в принципе потом там до 3, до 3,5 уже спокойно кормить. Поэтому послушайте себя, что хочется. При подготовке и чистке печени целый месяц пить караосины. Ну, не обязательно месяца. Ну, можно, да. То есть караосина, она не токсична. Она хорошо работает, хорошо, хорошее воздействие имеет на тело. Поэтому можете, да, конечно, месяц пропить, если вы месячную подготовку запускаете. Добрый день перед циклом приливы и бессонницы. Что это значит, чистки все делала с Рейди? Анна. Так, нужно понимать, в каком состоянии ваша эндокринная система, и почему вот такие вот состояния. Зная вас, не должно быть у вас подобных проявлений. Так, хорошо. Пробовали так, чистки печени? Я знаю, что вы делали. С гормональными травами работали? Если нет, то можете попробовать. Дальше. Хорошо работает дудник, корни аира и кородуба. Если будете пить курсами по... Светозарчик, не шуми, не греми. Там вот у папы. И вы сможете по 10 дней, если будете пить, во второй фазе, сможете немножко уменьшить проявления подобные. Но однозначно лучше длительное время, 2, 4, 6 циклов подряд пить гормональные травы, которые выровняют ваш гормональный фон. Потому что вот однозначно есть сбой. Ну и нужно понимать, какие были диагнозы в гинекологии у вас. Светланочка, от каких продуктов на веганстве может образоваться гной? А нет, на вегетарианстве. Ну смотрите, это молочка однозначно, вся молочка, и тот же панир, и масло кихи, в том числе, вегетарианство, если с включением яиц, то однозначно желток, вот моментально желток, это вот сырой, даже сырой. Я это сама лично проверила, когда в начале сыроедения какое-то время ела еще яйца, и я понимала, что это вот тупик полный. Дальше. Все каши, однозначно, все злаковые, все, что содержит муку, и, в принципе, вот это, наверное, основное. Ну понятно, что картофель тоже. Так. Но еще. Ваши проявления в кишечнике, они могут создавать среду для того, чтобы развивались бактерии. Те же, опять же, стриптококи и другие коки. И тем самым образуется такая гнилеподобная, да, субстанция. И, то есть, не обязательно продукты. Важна еще флора какая. То есть, на это тоже обращайте внимание. Как отношить к колодному серебру? Никак. Владимир тут за меня отвечает, никак. Почему никак? Это гадость, гадость, гадость. Не, на самом деле, пробовал мой супруг Владимир, он изучал глубоко эту тему. Я не пробовала, мне даже не хотелось вмешиваться, вторгаться в эту тему. Вот говорит, что вот вообще это не варианты. Из кораллового клуба, клуба самое такое работающее, это вот эти пакетики с кораллами для воды. Это хорошо. Все остальное, Владимир говорит, что нельзя. Я на себе не пробовала, мое тело не знает, что это такое, поэтому личного опыта не скажу вам. Как правильно отлучить от груди, как у вас с вами получилось? У меня отлучение от груди всегда получалось на фоне следующей беременности. Приходила к беременности, я до 5-6 месяцев беременности кормила, постепенно уменьшаю, уменьшаю количество. Соответственно, и у меня такое тело, что количество молока снижается, переходит сюда все такое в молозиво. И, соответственно, мне очень неприятно, раздражало, когда дети прикладывались к груди. Поэтому мы постепенно такая игра и отвлекали, и дети чувствовали, что что-то не то происходит с маминым телом. И, соответственно, легче все происходило. Но вот последнего, третьего ребенка нашего я отлучала, не будучи беременна. Да, я не была беременна. И вот в преддверии мы отлучились, как раз, когда я все поняла, что 7 лет, 7,5, сколько у меня было на тот момент стажа, все, хватит грудного скармливания. За это время мне вот столько вот хватило. Хочется отдохнуть. Потом, когда пришел четвертый малыш, и прям вот я с радостью начала, потому что какое-то время немножко дала себе отдохнуть. И понимаю, что вот сейчас стаж кормления еще увеличился, но усталости нет. То есть обязательно нужно дать себе перерыв какой-то, понять, что вот да, все, я готова, я отлучаю от груди, завершаю грудное скармливание, и ваше тело, оно будет вам благодарно. Если вы, опять же, правильно услышите себя. А как научила? Я голодала, вошла на 3 дня в сухой голод, будучи кормящей мамой, проголодала, ребенок не отказывался от груди, продолжал висеть, но меньше, то есть молочка было совсем немножко, но он так меньше прикладывался, меньше был у груди, и вот по чуть-чуть, по чуть-чуть так снижалось. Плюсы, я пила травы, которые тоже работают хорошо. Это я вам рассказывала. В открытом доступе есть мой вебинар на ютубе, называется «Бережное завершение грудного скармливания». Посмотрите, там много рекомендаций, прям готовые схемы, как можно это делать. Светлана, у мужа нижние, передние зубы шатаются, похожая парадонтоска, как помочь сейчас по плану делаем на подготовку к чисткой печени? На, на, к сожалению, вот не ко мне вопрос. Надо к стоматологу идти, смотреть, что именно и как помогать. Я тут не помогу. Полоскать аиром не поможет уже. Уже процессы достаточно глубокие, запущенные, нужно разбираться со стоматологом. Перед тем, как перемолоть тмин, кориандр и петрушку, замачивать и просушивать нужно? Нет, не нужно. Если вы покупали в хороших местах, если у бабушки, допустим, взяли, то не нужно ничего делать. Если вы покупали в магазине садоводов, то однозначно вообще даже замачивать и просушивать не поможет. Выбрасывайте это, взяли, не применяйте абсолютно, потому что обработка химии очень глубокая. В других случаях, в принципе, если вы покупали, вот вам кажется, что хорошие семена, да, можно доверять, ну, там какая-то грязь, может быть, присутствует, то, конечно, можно промыть, высушить дегидраты, а потом перемолоть, да, как вариант. Нужно делать клизму за день. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Добро пожаловать, становитесь моим подписчиком и приходите каждый день в прямые эфиры, кроме воскресенья. Я буду рада видеть вас тоже. Да, я с контакта ушла, потому что там люди позволяют себе слишком много писать гадостей. И я поняла, что хватит, и перешла сюда, в Инстаграм. Здесь более бережная аудитория. Опять же, есть определенные схемы, с которыми нужно работать. И сейчас, пока я, есть несколько семей, которые работают по этим схемам. И у нескольких семей уже результаты есть. Некоторые семьи еще не дали мне ответ, но вот, понимаете, однозначных каких-то вот готовых схем, вот точно применяйте и делайте, для всех нет. И поэтому я пока вот не решаюсь написать. Как только я получу отзывы все больше и больше от людей, потому что все больше сейчас обращаются именно с этой проблемой. И как только у меня соберется достаточное количество откликов, ответов от семей, что да, класс помогло, результаты хорошие, стойкие, то я, конечно, вам напишу пост более подробный, как можно с этим работать. А пока только в личной работе, когда я вот прощупываю, понимаю, узнаю и даю вот рекомендации конкретные вам, которые будут помогать. Ирина, здравствуйте. Спасибо, вам тоже. Спасибо. Так, недостаток B12. Ирина, так как я помню беременность, то что еще, какие показатели отклонения у ребенка? Вот большой вопрос. Опять же, B12 часто у детей не хватает, и многие обращаются уже, когда вот на грани, когда переливание крови необходимо делать. И когда понимаешь, рассматриваешь все анализы, понимаешь, насколько сильно поражено тело паразитарными проявлениями. А у вас надо другие анализы знать, чтобы понять, в чем проблема. Кто, опять же, провокатор, почему B12 недостатки. Девушки, прямой эфир завершаю. Сегодня вопросы, все, закончились, пролистала до конца. Кому не ответила, не сердитесь, не серчайте. Я буду отвечать на вопросы каждый день. Буду продолжать практику вести каждый раз, когда наступает 13.00 по Москве, кроме воскресенья. И кроме времен нашего переезда, когда мы будем путешествовать. А пока всего вам самого хорошего, всего доброго, до встречи завтра, до свидания.